Я попытался объяснить специалистам по кибербезопасности, что GNSS Spoofing становится новой угрозой для отрасли и что с этим надо что-то делать. 196% специалистов по кибербезопасности считают, что GNSS Spoofing вообще никак к ним не относится. Если у вас нет инструмента, который может детектировать спуфинг, то и проблемы как бы нет. Спуфинг опасен в первую очередь для тайминга. Мало кто знает, что GNSS, одно из критических применений GNSS — это обеспечение точной синхронизации. Синхронизация жизненно важна для банков, для бирж, для сотовых операторов, для цифрового телевидения, для систем управления электропитанием, передачей электроэнергии. И кроме GNSS ничего нет. Поэтому спуфинг является критическим именно там. Мы детектируем иногда до 20% по времени. В Москве все под спуфингом находится. Вызвана эта работа автоматической системы антидрона. Если система детектирует в неком секторе присутствие дрона, она в этот сектор генерирует фейковый сигнал. И когда дрон улетает, значит спуфинг останавливается. Поэтому в Москве все инциденты короткие, буквально по несколько минут. Но страдают те, у кого реально стоят сервера времени, и кто уже понял, что что-то идет не так, что это не глюки оборудования, что это некая проблема. У нас этот проект, по сути, начался после того, как к нам обратились коллеги. Они прямо глазами видели, как в торговый день у них уходит таймстэмп, банковские транзакции идут задним числом, и в базе данных складываются неправильно. Если даже злоумышленник специально в одном из дата-центров уведет время на несколько микросекунд, у него будет конкурентное преимущество для проведения торгов. Если вы оператор Smart Power Grid или оператор системы передачи электроэнергии, у вас на сети стоят устройства, которые измеряют фазу, частоту, и эти данные используются для балансировки, для поддержания 50 Гц. Если какой-то прибор будет заспуферен, он просто измерение будет с неверным таймстэмпом прислать. Вы начнете фазу двигать, может, это уже, знаете, не с базой данных проблемы могут случиться, это будут и отключения электроэнергии. Еще пример, цифровое телевидение. Под спуфингом ложатся целые легионы. И это в России часто тоже, часто случается. Во всем мире тема спуфинга, она очень долго обсуждается. Куча всяких конференций, докладов, международных организаций, которые спуфингом занимаются. Есть даже регуляции уже в Америке на эту тему. Но там спуфинг никто в глаза не видел. Мы сколько общаемся с инженерами GNSS. Они знают об этом только как от теоретической проблемы. Такого активного использования спуфинга, как в России, как в Сирии, как в Китае, больше нигде нет. Поэтому вот есть для нас интересные регионы, где эта тема существует. В дальнейшем посмотрим, антидрон-системы развиваются, и GNSS спуфинг, каким становится стандартом для борьбы с дронами. Поэтому тема будет нарастать. На текущий момент мы видим, что есть сотовые операторы, они страдают от деградации качества. Есть телевизионные операторы, кто владеет передатчиками DVB-T. Есть банковский сектор. Но есть еще интересные кейсы. Компания занимается разработкой дронов, которые используются в дрон-шоу. Знаете, когда вместо салюта запускают дронов, управляют земли, и они красивые картинки выставляют. И они столкнулись с тем, что за последний год было 10 инцидентов, когда их специально спуферили, чтобы прервать представление. Так что кейсов много. Сложно назвать отрасль, где навигация сейчас не используется. Она используется везде. Я думаю, будет только все становиться хуже, потому что стопроцентной защиты, по сути, нет. Если вас будут атаковать, вы никак не сможете этого избежать. Спутниковая навигация этому проекту уже лет 40. Нет никакой аутентификации. Спутник висит на орбите 20 тысяч километров. Мощность маленькая. Поэтому GNSS-приемники очень восприимчивы к помехам. Поэтому спектр будут использовать все плотнее и плотнее с каждым годом. Помех будет создаваться все больше и больше. Поэтому мы видим для себя эту тему по мониторингу качества навигации. Это хороший растущий новый рынок. Бороться со спуфингом можно и нужно. Но этим должны заниматься регуляторы. Есть надзорные органы, которые отвечают за мониторинг радиоспектра. Но тут проблема в чем, что GNSS-приемник настолько восприимчив к помехе. Помеха может быть очень маленькой. Вы ее стандартными классическими приборами, как анализатор спектра, вы ее даже не увидите. А GNSS-приемник уже страдает, уже падает точность, деградирует параметры. Нужно бороться, нужно находить злоумышленников. Это незаконная деятельность, это уголовное преступление. И по сути все таксисты, которые используют массовые джаммеры, с этим тоже надо бороться. И если на это закрывать глаза, проблема будет просто лавинообразно нарастать. И потом может оказаться, что вообще навигации как бы так и нету. И что с этим дальше делать, непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...